Привет, друзья! Я вам сейчас покажу наглядный пример того, о чем я говорил в своих предыдущих видео, когда отметил, что европейцев уже начинают подташнивать от приезжих из Украины и от их поведения. Я говорил также о том, что приезжает огромное количество, мягко говоря, невоспитанных людей, которые свое невоспитание привозят вместе с собой в Европу. Вот я сейчас покажу вам на конкретном примере, о чем я все это время говорил. Вот смотрите, есть двор определенный. Вот я иду по улице. Вот такая вот улица, дома, дорога. И вот идет парковочная зона. Такая придомовая парковочная зона. Вот определите примерно ширину одной машины. То есть вы видите, что ширина машины вот такая вот, средняя. Вот вам оставлено место еще для одной машины. То есть человек позаботился о том, чтобы кто-то поставил еще машину рядом и оставил ему где-то полметра зазора дополнительно. И дальше мы видим, как машины стоят точно так же. Вот полметра расстояния между ними, машины все стоят ровно. И еще один карман для дополнительной машины. Вот мы подходим, видим, что еще кто-то оставил место. Стоят машины очень аккуратно. Между ними есть какое-то расстояние. Все очень правильно, качественно и так далее. И здесь я прохожу и вижу машину, которую поставили, ну, мягко говоря, по-быдлячески. И какие у нас номера мы видим на этой машине? Мы видим украинские номера. А теперь смотрите, как она стоит. То есть человек поставил ни туда, ни сюда. Оставив метр, непонятно для чего. Когда можно было эту машину поставить ближе, все было бы нормально. Поэтому, когда вы спрашиваете у меня... Когда вы спрашиваете у меня, как относятся к украинцам в Германии, к приезжим или вообще в Европе, я вам показал конкретный пример, почему это отношение, оно, ну, можно сказать, уже испортилось и будет портиться с каждым днем. Вот, например, как ставят немцы машину. Вот такое расстояние. Если хотите, я могу дальше пройти, может, чтобы вы не думали, что это какая-то специальная задумка с моей стороны. Вот стоит еще машина, я имею в виду от края расстояние, да? То есть расстояние между машинами четкое, одинаковое. Стоит украинская машина, вернее, на украинских номерах. И вот такая вот история. Это просто наглядный пример того, что будет дальше. И вы реально очень удивитесь, что скоро европейцы еще узнают. Кто сюда приезжает, как они себя ведут, так это только начало. Это еще только вот показатель именно по всего лишь навсего парковке автомобиля во дворе. Если копнуть чуть глубже, там будет нормально. Мусор будут просто бросать на улице в пакетах, из машины выбрасывать мусор и так далее. То есть вот этот беспорядок в голове у людей, который был всегда у них, они привозят его с собой и оставляют вот этот отпечаток и создают стереотип обо всей нации. Я, например, вот так машину я бы не поставил, наверное, никогда в жизни. Только если бы я вообще не понял, где я нахожусь, или я бы спал там как-то. Я не знаю, что должно произойти в голове. чтобы машину, ты даже видишь визуально, как их ставят остальные. Просто выйди с машины, посмотри, какое расстояние и поставь точно так же. Вот напряжь стоит еще одна тачка. Вот такое расстояние от края бордюра. И вот вопрос, почему как-то вот у европейцев, да, все ровно, все четко, все правильно, все упорядочено. Вот еще конкретный пример. Машину поставили вот так вот, вообще близко к бордюру, да. то есть освободить место еще для кого-то. А вот это, я не знаю, я же говорю, я не хочу, чтобы это прозвучало как там предвзято, или как-то, как дискриминация может быть, или еще что-то. Просто вот показываю, как есть. Вы же сами это видите. Я же не придумал это только что на ходу. Я не переставлял эту машину сам. Все машины на немецких номерах стоят нормально по-человечески. Одна, которая стоит по-рогатому, по-дебильному, хамски, неуважительно. На ней почему-то оказались украинские номера. Вопрос, почему? Что за проблема поставить машину ровно, как и у всех остальных людей нормальных? И я, например, не понимаю. Если можете, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за прикол? Именно вот это хамить в виде поступков вот таких вот. То есть ставить как-то непонятно тачки. Показывать свое неуважение. Прямо это люди в гостях, по сути. То есть они приезжают в чужую страну, и они уже показывают, что о, мне наплевать на ваши правила. Я не уважаю вас. Мне все равно, как вы тут живете. Я как хочу, так и ставлю машину. И то, что вам неудобно, мне все равно. Вот, что люди показывают. И когда... К чему я все веду? Когда вы потом приезжаете в Европу, а вы нормальный человек, и вы всегда ставите нормально машину, и вы всегда следите за порядком, и не выбрасываете мусор куда-то в огород, в чужой. И вы хотите здесь как-то ассимилироваться в Европе, или найти себе какую-то работу, или завести какие-то знакомства, отношения. То, когда вот такие дикари показывают хамство и неуважение, то о вас будут думать точно так же, как и об этих дикарях, к сожалению. Они уже не будут дифференцировать, они уже не будут отличать или задумываться, а такой же вы или не такой. Им пофиг. Так мозг устроен у человека. Они будут реально думать, что вы точно такой же, как и они. У них в голове будет отпечатываться вот этот флажочек на номерах украинский. А, кто из Украины? Та, ну вы шо, он у нас там во дворе один ставит машину по-порогатому. Не, нам такие не нужны. И вы как бы, получается, попадаете в заложники, и становитесь зависимыми от вот таких вот идиотов. Вот и все. И вот когда вы смотрите мои предыдущие видео, я периодически напоминаю об этом и говорю, что люди, которые приезжают в Европу, в нормальную цивилизованную страну, да это должно быть даже в Украине, это везде нормально. Оставь человеку место, то есть прояви какое-то уважение, чтобы человеку тоже было комфортно, а не только тебе. И когда вы приезжаете в Европу, просто следуйте этим правилам. Это не, ну, не, как-то вас не, не пристыдит. Я не знаю, что сложного поставить как-то, что так, как оно должно стоять. Вот эти, опять, понятия, вот это, типа, западло. Поставить тачку, как все. Не, я специально, типа, покажу, что смотрите, какой я, типа, страж. Страшный, опасный тип, что, короче, я даже машину как хочу ставлю. Это не круто, это не вызовет уважение. Таких людей не уважают. Это, ну, обычно старая такая стереотипная штука, что думают, если ты такой, короче, типа, идешь, там, толкаешь плечом кого-то, или идешь как-то так дерзко, там, да, вызывающе себя ведешь. Кто-то думает, что это, типа, он устрашает, так, человека, и таким самым способом, типа, вызывает в себе уважение, чтобы его боялись. На самом деле, вот, тех, кто ставит так машину, чуваки, вы смешные. Реально. То есть, те, кто ставит так тачку, они думают, что они классные, типа, они опасные. Типа, я дерзкий. Я, там, правила, типа, нарушаю. Я такой, типа, такой, дерзкий, такой, бунтарь, типа, я, короче, не уважаю правила, я все против системы, типа, иду. Это смешно. Человек может так доиграться, перегнет где-то палку, думает, так я, если так делаю, так я еще и на красненький проеду. А там еще где-то что-то это. А тут тебе просто за задницу возьму, штраф лепят такой, что человек эту машину на штрафплощадку оставит, и все, и пойдет пешком. Потому что штрафы здесь нормальные. Я уже говорил, кстати, в одном видео, что человек ехал по автобану и мигнул кому-то дальним светом, чтобы его пропустили, типа. А потом его сфотографировали и отправили штраф на почту. И я же говорю, вот эти бунты, блин, они... Они портят отношение ко всей нации. Даже если человек, я же говорю, нормальный, его потом будут воспринимать точно так же херово, как и этих дикарей. Так что... Ну, я вам показал наглядный пример, чтобы ни у кого не было никаких вопросов, что типа, а тут какие-то интриги, типа нет, просто показал, как ставят немцы автомобили в придомовой территории, на парковочной зоне. И как ставят приезжие из Украины. Вот у меня такая вот тематика сегодня. Поэтому, если можете, напишите в комментариях, как вы думаете, какая причина того, почему люди, приезжающие из Украины в нормальную цивилизованную страну, нарушают порядки и ведут себя как быдло. В чем прикол? Если можете, напишите в комментариях. Я вам покажу какую-то прикольную тачку. Какой-то военный самолет, вертолет. Ух ты! Гранитная лавочка. Жир? Жир. Ладно, я вам снял видео. Все самое еще покажу. Диски прикольные на машине. Но они реально жирные. Я просто так не показывал. Диски. Ладно. Буду заканчивать. До связи. Хорошего времени суток. И всем пока.